Таверну. Фир дальше уже за флайм. Флайс 100% тоже отвалится в таверну, хотя тут просто иллюзии у нас разваливает. Ауэй, остановил Свиндл Меланс, остановил Зифрика здесь, ну и конец Зифрику, конец Свиндл Меланс. Минус 3 от команды Evil Geniuses, 3 полкилл от Фира. Хорошо, да? Вроде как. Ну нормально же общались вроде. Все было хорошо. Ну и смотрите, чем это все заканчивается для команды комплекта. Спрашивали в чате, как думаешь, ЕГЭ эту катку выиграют или комплексити все-таки тут не все потеряли. У них есть вариант для того, чтобы додавить. Нет, вариантов никаких уже. Команда ЕГЭ сейчас просто снесет к чертовой бабушке коллектив комплексити. Фир перефармлен, у Фира все хорошо, у него есть Манта Стайл, у него есть Башер, Владмер, Баттл Фьюри, ПТ. Остаются копейки просто до приобретения Абисл Блейда, Фиро. А после этого я не знаю, что будет с командой комплексити. Фиро уже врывается с Фидел Мэннс. Разультилась Клопа, но не так-то и больно. Фир практически фуловый фил нарезает дальше по Клокверку. Флай отправляется в таверну. Мун Миндер сразу же байбэк. Готовится врываться. Глейф пошел от команды комплексити. Сумаил немножечко отходит, но это ненадолго, скорее всего. И Фир отпрыгивает вместе со своей командой. По итогу этого файта команда ЕГ тут тысяч семь, наверное, выигрывает. Так и есть. Семь с половиной ЕГ уже в плюсе по экспириенсу. Одиннадцать К для команды World Genuses. Ну и команда ЕГ на данный момент ведет очень много денег. Тут овер 9к будет сейчас. Я думаю, вы понимаете, что это приговор для команды комплексити. Здесь есть антимаг, который, в принципе, по фарму не останавливается. У Фира уже сейчас Абисалблейд будет на руках. По хп тоже всего предостаточного антимага. Просто так слить его не получится. И это факт. Ну, и что остается, в принципе, команде комплексити здесь делать. Надеется, что Аэма можно развалить будет и поиметь с него нормально денег. Это единственный вариант. Ну, Фира вряд ли кто-то здесь развалит. У меня есть подозрение, что любой, кто к нему подойдет, в общем-то, огребает. Флай прыгает на Фира, а Фир прыгает на Флая. Пока здесь в Сноуболе стоит Флай, ждет своей участи. Сразу, с первого удара проходит фарш по Флайу. Флай отпускает Фир спокойненько и просто стоит, ведет бараки. Он не участвует в какой-то возне. Ему не надо там с кем-то бороться и сражаться за, не знаю, за убийство, за новые фраги. Фир подошел, убил милишный барак. Рэндж его не трогал, ну и без него все, в принципе, хорошо получилось. Вот время на мидлейне. Замес. Зизи. Тут поучаствовал в убийстве Сумаила, как я понимаю. А Сумаила развалили на мидлейне. У Сумаила был Бладстоун, поэтому респаун Сумаила копеечный абсолютно. Ну и по голде колы здесь поднялись, но стороны уже одной фактически нет у них. Антимаг продолжает фармить. У него 6к на руках. Фир. Абисал Блейд, как я понимаю. Или, например, бабочка может появиться. Или Абисал Блейд. Абисал Блейд приобретает себе Фир, поэтому теперь, например, Мерс Виндал Меланс, вообще непонятно, как будет от него уходить. За время действия Абисал Блейда, это 2,5 секунды. Если не ошибаюсь, 2. Нет, 1,4, да. И плюс, естественно, баш еще от антимага точно пройдет, чтобы Фир не забашил тут со второго-третьего удара. Я в это практически не верю. Ну и антимаг выходит у нас уже на Рошан. Вся команда ЕГЭ сконцентрировалась вокруг Рохи. Сейчас, по идее, его должны забирать и после этого идти и просто-напросто заканчивать данную игру. Она слишком затянута. Этот матч должен был начаться в 20.00 по всем расписаниям. От компании Valve, от International, от оргов главных, вообще оргов в Доте. Из возможных, единственных и неповторимых Valve. И матч должен был начаться в 8 часов. То есть спустя там 30-40 минут уже, по идее, должен был закончиться. А сейчас у нас на часах 23-27. Половина 12-го в Киеве и в Москве. А матч первый только-только отжат с паузы. И это, я вам хочу сказать, околопровальная штука. А, ой, сразу же юзает сон, чтобы не было вопросов никаких. Забирает Фир, а Эгу, и сейчас можно бы и подраться. Дерутся в это время с Мулминдером. Развалили очень быстро его. Фир настрелял тут в Блэйд Мэйл. Половину ХП себе слил. Теперь по Свиндул Мэна. Фир лоу ХП. Ашный Зизи очень плотно по нему настреливает. Но Зизи сейчас после Аэги от Фира никуда уже не денется. Гадлайк от Фира. Триплкилл в этом файте. Ну и я думаю, что пора писать гудгейм Веллплейт и собираться на второй матч. Ждали 2 часа. На кой пес вообще, чтобы антимаг просто реализовал все, что у него есть. У него уже 4К на руках после купленного Абисал Блэйда. 37-ая минута. Ну, по слотам здесь все просто великолепно. Я говорил, что будет 5-слотовый антимаг на 30-й с копейками минуте. Так и получилось. Фир таковым и стал. Шестой слот только что из него выбили. Это была Аэга. Ну и падает центральная линия. Не знаю, можно сразу идти на Т4. Мне кажется, Фира этим и занимается. У него есть Монтостайл. Не страшно. Можно просто идти пилить Т4. Ничего с ним по идее сделать не должны. ППД есть рядом. Поэтому Кулган Брейси восстановит, если что, Фира. Но здесь не помешал бы, конечно, ему... Не помешала Харта вторая. В него сыр вкладывают. На всякий случай сыр в антимаге. Своих 1900 хиллспоинтов. С ПТ на силу. Естественно, реген огромный за счет Владмира. Не регена, а отхил благодаря вампирику. Ну, из-за того, что дамаги очень много у антимага. У Аэма сейчас руки 320 с копейками. Плюс манобрейк тут даже, перепишите. Это трабло огромнейший. 380 он бьет по человеку с маной. По человеку без маны он не взяет мановой. Это тоже вещь очень даже убийственная. 38 минут сыграно. 15 тысяч ЕГЭ по золоту. И по экспириенсу ЕГЭ тоже 15 тысяч. Хекс появляется у Юниверса. На Сенткинде есть Вейлдов Дискорд, есть Даггер, есть Форс Став. И еще и Сайт оф Айс от Юниверса. Тут по Нетворсу он на четвертом месте. Его обгоняет только Свиндл Мелон, Сквапа, Мидлейн Квапа, который был ранний Акторин Кору, который очень ранний был Аганим. Все это куда-то ушло в неизвестном направлении. Все это к антимагу перетекло. У антимага 26 кусков уже Нетворс. На 38-й минуте. Ну и ГПМ-700 у Фира. Антимаг с ГПМ-700. Я думаю, не надо никому объяснять, что это и как это. И к чему это все ведет. Демонедж появляется у АМа. Ну-ка, Фир, удиви меня. Купи себе Сакр-трелик. Будь плохим парнем. Дай шанс команде Свиндл Мелонс. Ну, Квапа пытается тут, конечно. Пыхтит и Зизи тоже достаточно неплохо выстреливал. 3-3 у него, 3-3 у Квинов Пейн. Решили кого-то на мидлейнинг ганкнуть, но не повезло им. Вся команда ЕГЭ в это время в собственном лесу. Смокут команда Evil Geniuses. Иллюзии уже побежали. Проверять, куда делись комплексити. Ну и Фир перемещается на топ-лейн. У него 4500 на руках. Если он сейчас купит Рапфиру, я буду топить за ЕГЭ до конца этого матча. К демонейджу 2 джевелина от Фира. Против кого я так, конечно, и не понял. А Солар Крест есть у Клинца. Вот против кого. Ну и теперь никакого Солар Креста, по сути, у Клинца и нет. Фир без проблем разваливает здесь барак. Ой, не барак, точнее, а Тавр. И подходят к хайграунду команды комплексити по топ-лейн. Это последняя линия. Антимаг может прыгать. Может прорываться. Если будет бадсейв какой-то, то, по идее, сторона упадет очень быстро. Аэм, иллюзии оставил. Падает Тавр. С иллюзиями даже сложновато. Немножко МКБ появляется у Фира. Следующего Манта Стайла не ждут. Фира уже с руки. Ну, громадное количество демеджа. 400. 407 дамаги у Фира с руки. Скорость атаки. Два удара в секунду. Хорошо, плотненько. Падает Т3. Я не знаю, честно говоря, на что еще комплексити надеяться. С другой стороны, это Интернешнл. Сетка генеров. Тут надо за каждую возможность отцепляться. Флай врывается на Фира. Не могут пока нормально ХП слить Фиру. А Фир просто вгрузается в Зизи. Зизи в Таверну. У него нет байбэка. Но и Фир лоу-ХПшный. Под Колден Брейсом его выхиливают. Ни у кого нет никаких там магических штукенций, чтобы его остановить. Флай лоу-ХПшный. Флай отсюда уходит. Мунминдер за Сумаилом. Хоги не очень удачные. Хоги в итоге его не поймали. С Риндомэн здесь под подкопом. Юниверс в Сен-Сторме стоит. Нечем просветить или в чем дело? Юниверс по идее должен выходить у нас с Сен-Сторма. Команда ЕГН на лоу-ХП. В большом количестве игроков. Но толку от этого никакого. Ульта пошла от Квапы. Ну и Сминдл Мэнс наорал. Все лоу-ХПшные. Но мертвая только Нага Сайвер. В принципе это все. В принципе против шестислотового антимага. У антимага 5 кусков на руках. При в принципе шести нормальных приличных слотах. Тут усиляться. Есть еще куда усиливаться. Точнее есть еще куда. Так что конечно шансов у команды комплексити никаких. Еще думают что-то обсуждают наверное. Или кто знает чем они занимаются. Комбетчить не вариант совершенно. Я вам точно говорю. 27к у АМа. И не у АМа. А 27к преимущество команды Evil Genius. И Суфира. Нетворс. 32 тысячи золота. Ну и все. Минус 5 от команды ЕГЭ. Байбеки. Отсутствуют. Просто ради удовольствия универс. Еще и эпицентр. В конце этого матча запилил. В итоге команда ЕГЭ справилась с комплексити. Опыт и сыгранность. Да и скилл личный. Тут переиграл. Дали антимагу время на то чтобы расформиться. Антимаг расформился. Так посмотрите сколько времени дали. Антимагу тут 2,5 часа дали на то чтобы расформиться. И конечно он золото себе не приобретал. Ну просто сам факт. А ЭМа. Никто ни разу за весь этот очень долгий матч с паузой не убил. 12-0 фир. 12-0. ГПМ 762. Зизи был хорош. Но 405 и 762. Думаю величины сравнивать и смысла никакого. Команда ЕГЭ здесь просто уничтожила своих оппонентов. Они были фаворитами. Они доказали уже в первом матче что готовы это мнение подтверждать. Ну что небольшой перерыв. 5-6 минут. И увидимся на второй ответной игре между комплексити и ЕГЭ. Получится ли перевернуть. Сможет ли Колс что-то придумать. Я думаю там если не забанят Т-часа надо думать с ним. Хотя ЕГЭ в первой игре Т-часа банили. И не хотят видеть его от комплексити. Хитрые. Даже Т-часа не дают. Но вы представляете вообще до чего Дота докатилась. Все. Услышимся через некоторое время. Я думаю что по-быстрому все это будет. Не так как до этого были паузы. Вот. И продолжим второй игровой день стадии плей-офф Интернешнл под номером 5. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!